Опять же, срафтной одни игроки Болтона. Сейчас Анюкову нужно выйти, выйти из игры. Отдать. Хороший момент. Да, какое ощущение, что Анюков сейчас просто не поверил, что нет положения вне игры. Затормозил буквально на какую-то долю секунды. И чуть-чуть, может быть, промерил, допустил, возможно, не удар, сблизился со второго. Смотрите, повтор не было офсайда. А хорошая атака была. Вот Зенит на первых же минутах. Ну, опять же, как не вспомнить, здесь матч с Рубином, последний, который... Бежим моментом. Смотрите, какая передача на Аршавина. Ну, как следует обработать мяч Андрею не удалось. Передача в центр. Вывал сюда на передачу. И дальше на... И Аршавин, Аршавин борется здесь. Здорово. Выиграл борьбу у мощных, у мощных игроков. Ну, вот Мгути, он, конечно, мощный, да, фактурный защитник. Но, во-первых, возрастной и скорость никогда его особым козырем не являлся. Наверное... Нету, нету, нету из Австралии игроков из Антарктиды. Но, вообще, почти все части. Горос, пулев атака! Ну, вот опыт Мгути здесь сказался в последний момент. Мяч потерял, но из борьбы не выключился. Очень важно это. Здорово. Аршавин, Киржаков, здорово! Он сейчас неправильное решение принял. Не надо было бить. В матчах Нолан выводит свой коллектив на поле. В этих трех матчах команда победила, при этом не пропустила ни одного мяча. К поединку с «Зенитом» Болтон подошел, имея в графе пропущенные мячи в последних трех матчах. И повезло, что не успел. Не успел, чуть-чуть не успел к этому мячу. Нет, все было сделано идеально. Подача была идеальная. Просто не хватило исполнительского мастерства футболиста. Кто это, Дэвис, по-моему, там нас... Или это тот же Нолан был? Все было выполнено идеально. Это Дэвис, Дэвис. Да. Ну, много... Аршавин в спину его там толкали. Нет, арбитр показывает, что нужно играть. По-моему, было бы не игры. Нет, нет, нужно играть Дэвис. Один на один и мимо ворот. И вот в течение одной минуты два очень опасных момента. И оба раза... Мне показалось, было не игры Константин. Давайте посмотрим. Вот сейчас, по-моему, видно. Ну, с этой камерой, с этого повтора сложно 100% утверждать. Мы это вообще с вами висим, как над полем. Это, кстати, к вопросу о нетипичности. Начали мы с вами репортаж о том, что типичный и что нетипичный в сегодняшнем матче. Но, честно говоря, голевым списком у Дэвиса сейчас никак он не может туда внести. Матча, но все равно три очка и турнирное положение и стратегия на этот матч. Я считаю, что ничья был бы очень неплохим для «Зенита» исходом. Если удастся выиграть... Держаков идет вперед, идет и бьет поворотом. Наверное, можно было за секунду до того, как Александр нанес удар поворотом, сказать, что именно бить будет. Как правило, он это делает. Хотя были варианты. Может быть, может быть, хотелось бы нам увидеть то, что на замахе убрал. Штрафной будут пробивать хозяева поля. В рюмонгутси у мяча. А у линии штрафной «Зенита» весь ударный батальон «Полтона». На вес опасно! Да. Счет в матче открыт. Буквально запихали. Чудо сотворил Танил Чемтофальский. Отбив к упор. Сложнейший удар одного игр. Играет с Нолан. Или нет? Давайте посмотрим повтор. На вес. Здесь сразу три игрока. Янокопулас бил. Да, Нолан. Кевин Нолан, о котором мы говорили. Смотрите, что сделал Чемтофальский после удара. Янокопуласа. Неразбериха сейчас в рядах «Зенита» царила почему-то хайк. Ласов. Передача в центр. Но здесь, конечно, парнирами наделали. Ударный получился. И Горшков сейчас по мячу прилагает. Первое касание. Вот это ударное. Да. Первым касанием мог сделать чудо-гол Горшков. Ну вот ответ «Зенита», да? Сейчас немного склыгнут эмоции от такого. Смотрите, как. Неплохой футбол мы наблюдаем, кстати. Да, в общем и целом. Неплохой только результат. Мы с вами находим быстро и правильно. А вот Дэвис на острие атаки. Въездится против него. Прочитали эту комбинацию. Эффектно сыграл Дэвис. Но Хакин сыграл. Посмотрите, сейчас по регбиному. О, нашлись два гренадера. Вот это любят в Англии. Мне кажется, Хакин сейчас чересчур нарочито в игрока действовал. Ну а Наката, да. Не ладится, не ладится. Сколько сил сейчас вот раз в Киржако. Вот сейчас подбор опять Киржаков. И удар принимает на себя Нолан. Нолан, вездесущий Нолан, который... Ну, не даром и тот же Элордаси, и английские... Внимание уделяет Нолану сейчас. И пишет о том, что абсолютно универсальный полузащитник. Нет ни игры. Это момент опасный. И ударить-то некому. Ай-яй-яй. Чуть-чуть передержит. Хороший момент. Хорошая подача была. И чуть-чуть Хакин не успел. Там и Хакин был. Флагборта. Почтутся здесь все в штрафной площади. Аршавин откатывает мяч под удар Флагборту. Второй момент у Флагборта с дальней дистанции. Очень странно почему. Игрываться. А куда деваться? Команда проигрывает. Уступает в счете Киржаков. Хорошая. Придача в центр. Гарднер здесь хорошо сыграл. Игоршков. Не стандартного чего-то. Да. Именно от него. Здорово. Эх, чуть-чуть не успел сейчас Киржаков. Очень хорошо думал вот сейчас Киржаков. И выбрал неплохое решение. Но подстраховка. Фай здорово сыграл, помог защитник. Сейчас здорово видно сверху, как страхуют в линию друг друга защитники Болтона. Здорово. Моя обязанность. Сантиметров не хватает. Очень обидно. Очень обидно. И Аршавин сделал прекрасную передачу. Вырезал буквально мяч. И Киржаков сделал в этом эпизоде все, что мог. Извлек максимум выгоды из эпизода. Посмотрите, в каком прыжке акробатическом. И чуть-чуть в ворота не попал. Врасплох застал опытного Яскеляйнина. Очень хороший момент. Но вот этот звонок сейчас для Болтона. Тренера под результат, прежде всего. И убивают в них качество. Давайте посмотрим эту атаку. Может быть опасный момент. Отпустим. Промедлил сейчас Аршавину. Подрабатывал, подрабатывал. В результате убиваются у мальчишек. Вот качество импровизации какой-то. Какого-то нестандартного мышления. И в результате... Минут на пять. Но... Режиссером трансляции. Дебютировать очень сложно. Но... Почему бы не рискнуть? Аршавин. Горшков будет бить. Мяч свалился с ноги. Горшин на поле. Правильно абсолютно вы сказали, Николай, что команда, претендующая на высокие места в Европе. У Куны Акочу. Колоритный игрок. Колоритная футбольная личность. По своим возможностям... И Акочу тоже пункт. Горшков вышел на замену. Пытался первым касанием отправить мяч. Пробить сильно поворотом. То же самое делает Акоча. Восстановился после травмы. Много не играл. Ой-ой-ой! Опять топтали. Топтали в штрафной. И зря сейчас. И зря сейчас. Эрик Хаген что-то очень эмоционально говорит. Матео Трафалони. Главному арбитру сегодняшнего матча. У Хагена есть желтая карточка. Если Трафалони среагирует на... Такую Цираду Хагена-то может и удалить. Не всегда. Не всегда ему удается. Ну а нам показывают повтор. Это гол. Пропущенного зенитом мяча. Сейчас с более чем приемлемым результатом. О победе, конечно, тяжело говорить. Вы знаете, Болтон уже не помышляет о том, чтобы атаковать. Здорово Аршавина. Просто молодец, честно говоря. Так как борется сегодня Андрей. И видно, что силенки-то на исходе. Но более удар! Это Денисов бил. Но неприятный мяч. Для вратаря неприятно, но здорово сыграл. Яскеляйнин. Но едва-едва не пробил вратарские перчатки сейчас Денисов. Нужно было и Яскеляйнину сложиться. Еще у него 110 мяч совсем не просто было. Горшко! Отсток и внешница не ожидал, что сейчас... Опасно может быть ворот Зенита. Сейчас Бархетти играет с Диуфом. Диуф прострелит опасно! И молодец Флагборд сейчас снял мяч с головы Юнакополоса. Возможно, он сейчас будет вынужден. Кошков подходит поближе. Ну и сегодняшняя игра довольно-таки веселая. Мы видели очень много моментов. Все-таки, я думаю... Ну вот и окончен свое слово веское говорит. И опасный рикошет, но Чиртофальский оказался. Киржаков на этот бас откликнется. Не удалось. Тем не менее, с мячом футболиста Зенита Флагборд. Аршаен! Киржаков, Аршаен! Ну вот он шанс! Удар! Вот он шанс! И вот он шанс был! Да! Я был на 100% уверен, что предоставится этот шанс. Вот надо было... Весь Глев Сэм и Аллардайса по отношению к своим защитникам. А мы с огромным сожалению смотрим еще раз этот эпизод. Все сделал Аршаен. И просто не повезло сейчас. Утверждаю это с уверенностью, потому что Яскелянин ничем своей команде помочь не мог. Мяч угодил в плечо. В сложном поле сегодня.